Дорогие друзья, сердечно поздравляю вас с праздником. Поздравляю всех, кто посвятил себя медицине и служению людям, кто трудится в поликлиниках и больницах, в службах скорой помощи и санитарной авиации, в федеральных медицинских организациях и в сельских акушерско-фельдшерских пунктах, исполняет свой долг в армейских госпиталях и на передовой. День медицинского работника в России – это намного больше, чем профессиональный праздник. Он имеет отношение к каждому гражданину нашей страны, потому что защита здоровья людей доверена прежде всего медицинским работникам. Они рядом с человеком с момента его рождения. Предупреждают и лечат болезни, спасают и продлевают жизни. Сегодняшний праздник отмечают и учёные, и представители знаменитых медицинских школ, а также других научных направлений в сфере биологии, химии, физики, математики. Все они вносят большой вклад в создание прогрессивных методов лечения болезней, новых вакцин и лекарственных препаратов. Подчеркну, что российская система здравоохранения с её традициями и ценностями имеет высокий авторитет в мире и с каждым годом активно развивается. В регионах модернизируются и строятся медицинские учреждения, внедряются передовые технологии и лечебные практики. Конечно, нам предстоит здесь решить ещё немало задач, но уже сделанное, достигнутое – это прочная основа для уверенной реализации новых планов и программ. Значимость медицины невозможно переоценить. Все мы глубоко осознали это во время коронавирусной инфекции, когда российские медики мужественно и самоотверженно выполняли свой врачебный долг. Боролись за жизнь каждого пациента, не считаясь со временем, за предельной усталостью с рисками для собственного здоровья. Этот период останется в истории отечественного здравоохранения как настоящий подвиг тысяч и тысяч врачей, медсестёр, лаборантов, младшего персонала всех наших больниц и поликлиник. И сегодня в условиях специальной военной операции медицинские работники проявляют свои лучшие качества, спасают раненых на поле боя, лечат, выхаживают, проводят сложнейшие операции. Осваивают и внедряют новые методы реабилитации. Делают всё возможное для поддержки силы духа наших героев. Благодарю всех военных медиков за высочайший профессионализм, мужество, стойкость и неизменную отзывчивость. Безусловно, медицина – это самая гуманная профессия. Во все времена личность врача, его чуткое отношение к пациентам, готовность немедленно прийти на помощь, всегда высоко оценивались людьми. Как говорят в народе, «добрую душу хоть крайне прикладывай». И в самом медицинском сообществе в один ряд с мастерством, знаниями и ответственностью врача ставятся его порядочность, милосердие и сострадание. Такими качествами обладает абсолютное большинство российских медицинских работников. Они передаются из поколения в поколение. И очень важно, чтобы в медицинских вузах, колледжах уделялось внимание воспитанию преданности избранной профессии, чтобы выпускники были готовы к тому, что их труд, как писал Антон Павлович Чехов, – это ежедневное испытание на человечность. Ещё раз поздравляю вас с праздником. Успехов вам, здоровья и всего наилучшего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok